Портал fb.ru расскажет о мужчине, который приютил щенка, а из него выросла совсем не собака. Иногда так сложно определить, каким будет пёс, когда вырастет. Тут очень сложно ошибиться. Маленькие, они все такие милые, хорошие, пушистые и с самыми глубокими и беззащитными, преданными глазами. Можно взять маленькое создание и вырастет огромная псина. А иногда очень пушистые крупные щенки лишь совсем немного вырастают в размерах при полном созревании. Иногда, принимая в семью щенка и готовясь ко всему, к крупному терьеру или к карманной дворняге, люди даже не догадываются, какой сюрприз ждет их в будущем. Именно так произошло с одним парнем из Туйона. Это в Америке, штат Аризона. Однажды он проходил мимо дома, на котором была большая зазывающая надпись «Бесплатные щенки». Поскольку он давно хотел завести себе собаку и каких-то особых предпочтений в породах у него не было, парень решил, что эта судьба и зашел внутрь. Среди всех предложенных милых щенков больше всего ему в душу запала дворняга с янтарным взглядом. Именно это милое пушистое создание он взял к себе жить. Пес получил должный уход, питание и чудную кличку Неон. Но со временем его хозяин засомневался, а действительно ли рядом с ним живет собака. Мало того, что взрослее пес все больше походил на волка, так и вел он себя соответственно. В его повадках было мало от домашнего компаньона и лучшего друга человека. А вот инстинкты хищника в нем проявлялись с каждым днем все сильнее и сильнее. Когда сомнений уже не оставалось, парень решил прогуляться со своим псом, который выглядел подозрительно, как волк в заповеднике, располагающийся недалеко. И сразу с порога служащие организации удивленно спросили, вы ведь знаете, что ведете на поводки не собаку? Не он оказался гибридом, дворняги и волка. Называют таких особей волкособ. Парень принял рациональное решение оставить любимца в заповеднике. Там и места разгуляться больше, да и держать в квартире волка как минимум опасно. Все-таки инстинкты в любой момент могут взять свое. А там, на территории заповедника, он не только нашел свою стаю, но и навсегда перестал быть одиноким. Ведь он смог подружиться с таким же гибридом, как и он, альфа-самкой по кличке Майя. Вот так милый щенок с янтерным взглядом теперь воет на Луну вместе со своей самкой. А вы знаете подобные истории? Обязательно расскажите о них в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.